Всем здравствуйте и добро пожаловать на сегодняшнее мероприятие. Меня зовут Дублес Роджерс. Я преподаю антропологию. Я также являюсь следующим кафедрой по изучению культур восточноевропейской и евроазиатской территории России. Сегодня у нас особая лекция не только благодаря нашему гостю, который является одним из самых узнаваемых журналистов, телеведущих по всему миру в течение последних 50 лет, но и также по менее скромной причине, это первый раз, когда обсуждение высшепломиантных культур происходит в открытом формате на базе Ельского университета. Аплодисменты приветствуются. Наш цикл лекций стартует с 1 июля 2018 года и благодаря жиотажу, а также полностью заполненным аудиториям, как сегодня, мы надеемся, что данное событие расширит познание студентов касательно жизни и быта Российской Федерации. Не забывайте следить за новостями на сайте университета. Надеемся, что в будущем нас ждет еще не одна такая лекция. Я бы хотел поблагодарить Космический Центр Макелава за помощь в организации данного мероприятия, а также выразить огромную благодарность выдающемуся журналисту и представителю отдела по связям с общественностью, Эйлин О'Коннер, которая находится в этом зале. Спасибо всем за зыдчивость. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Сейчас предоставим слово Константину Муравнику, которому мы также безмерно благодарны, ведь именно у него родилась данная идея. Он представит вам нашего гостя, который в свою очередь расскажет несколько интересных историй, затем последует дискуссия, в которой наш гость ответит на интересующие вас вопросы. Константин, прошу. Для меня большая честь приветствовать Владимира Познера в Ельском университете. Его нужно представить только тем людям, кто был еще слишком молод в 80-х и 90-х годах 20-го века. В нашей стране он часто появлялся в вечерней программе Nightline, Теда Капелла и в шоу Фила Донахью. Впоследствии Владимир и Фил создали собственную телепрограмму на канале CNBC. В тот период ему удалось посетить наш университет, так что с возвращением. Мистер Познер также может быть незнаком тем, кто не следит за обществом современной России, где он играет значительную роль. На протяжении последних 10 лет Владимир вел собственную программу под названием «Познер», в которой он брал интервью у множества мировых знаменитостей и общественных лидеров, живших в разные эпохи. Горбачев, Сокуров, Гайдар, Шойгу, Тед Тернер, Вексельберг, Хилари Клинтон, Стинг, Майкл Макфол, Ксения Собчак и многие другие. Все эти люди рассказывали Владимиру вещи, о которых затем узнал и остальной мир. Мнение мистера Познера в области огромного количества тем, куда входят спорт, история, наука, политика и искусство, до сих пор остается очень востребованным. Личность Владимира настолько узнаваема в России, что в шутку его называют духовным лидером нации и ее моральным компасом. И это несмотря на тот факт, что насколько Владимир русский, настолько же он американец и француз. Он родился во Франции и крестили его в Нотр-Даме. Вырос в США, а переехал в Россию только в возрасте 19 лет. Возможно, именно такое космополитическое прошлое его биографии и вызывает народную любовь, которой так редко может похвастаться представитель государственной идеологии. Вероятно, способность одновременно быть русским, американцем и европейцем помогает мистеру Познеру чувствовать тончайшие грани различных точек зрения, позволяя ему быть на шаг впереди в достижении всеми желаемой правды и объективности. Особенно сейчас, когда разрыв между государствами и нациями лишь продолжает увеличиваться, каждая из сторон решительно отказывается рассматривать точку зрения оппонента. За полвека, проведенных в журналистике, Владимир участвовал в партийной работе и пропаганде, но уже в 1980-х ситуация изменилась. Он представил обществу новый проект – телемост между СССР и США, который объединял российскую и американскую аудитории. В 1989-м московские критики окрестили его журналистом номер один, и столь высокая оценка больше никогда не увидала. В том же 1989-м, а также в период с 1994 по 2008-й, мистер Познер был президентом Академии российского телевидения. В 1997-м вместе с супругой основал школу телевизионного мастерства – место для обучения молодых журналистов из регионов. Владимир является автором нескольких книг и создателем множества документальных фильмов, описывающих жизнь в разных частях света. Данные картины позволили русскому человеку поближе познакомиться с культурой таких стран, как США, Франция, Италия, Германия, Англия, Испания и Израиль. Я очень надеюсь, что беседа с Владимиром в Ельском университете принесет нам желаемое взаимопонимание, а именно позволит нашим студентам понять точку зрения русского человека, а преподавателям познакомиться с русской культурой еще ближе. Давайте вместе поприветствуем Владимира Познера. Вот это приветствие. Сперва я бы хотел рассказать немного о себе, а также уточнить некоторые детали, упомянутые ранее. Очень важно, чтобы вы понимали, я не олицетворяю какой-либо социальный институт или государственный аппарат. Я говорю лишь за себя, являясь при этом независимым журналистом. Можно сказать, это исчезающий вид журналистов в России. И не только в России. Также я хочу добавить еще кое-что, и надеюсь сделать это коротко, ведь, как вы знаете, впереди нас ожидает диалог в формате вопрос-ответ. Думаю, это и будет самой увлекательной частью сегодняшней лекции, ведь у вас множество вопросов, ответы на которые интересуют большинство присутствующих. У каждого из вас собственный взгляд на вещи, которым вы хотите поделиться со мной. Однако есть такие аспекты, которые я могу предугадать заранее. Во-первых, прямо сейчас человечество находится в очень опасной ситуации. Никогда прежде отношения между Россией и США, конечно, сюда входит и период СССР, не были настолько напряженными. На протяжении самых мрачных моментов Холодной войны я жил в СССР, так что мне есть с чем сравнивать. Русский человек был настроен против Белого дома, против Уолл-стрит, но никак не против рядового американца. Более того, чувствовалась некая связь между простыми гражданами обоих государств. Сегодня все по-другому. Сегодня русский человек настроен категорически против всего американского. И тому есть причина. Еще одна пугающая меня мысль заключается в том, что ни одна из сторон не опасается ядерного оружия. Те из вас, кто примерно одного возраста со мной, должны помнить американский фильм под названием «На следующий день», где рассказывается, что происходит с твоей страной на следующий день после применения атомной бомбы. Там отчетливо показан страх человека перед столь грозным оружием. Точно такой же страх был у граждан СССР. Осознание того, что если дойдет до ядерной войны, мы сами себя уничтожим. Если подойти и поговорить на эту тему с человеком на улице, складывается впечатление, будто он и не знает о столь смертоносном арсенале. Такое ощущение, что во время принятия политических решений данный аспект не имеет веса. Значительно возрос риск непреднамеренного или случайного использования, ведь недоверие между странами также выросло. На протяжении истории было несколько случаев, когда компьютер ошибочно предупреждал о ядерном ударе со стороны противника. Но это ни к чему не привело, только благодаря тому, что достаточно умные люди решили сперва удостовериться. И у них не было много времени. И те, если Россия запускает межконтинентальную баллистическую ракету, то и понадобится менее 10 минут, чтобы достичь США. Очевидно, это работает и в обратном направлении. Иными словами, у вас остается совсем мало времени, чтобы принять решение. Я опасаюсь, что если сегодня один из компьютеров ошибется и подаст сигнал тревоги, ответ будет незамедлительным. Все к этому и идет. Не так давно мы все были более оптимистичны, не так ли? Горбачев, Горби, Горби, русские, мир и жвачка. А затем внезапно все прекратилось. Но почему? Как мы пришли к тому, что имеем сегодня? Я не пытаюсь выяснить, кого обвинять, ведь это не слишком продуктивный способ решить проблему. Нам следует разобраться в том, что именно происходит. С тех пор, как Горбачев принял руководство СССР, стране оставалось недолго. Он пришел к власти в марте 1985-го, а уже в декабре 1991-го Советского Союза не стало. Многие люди говорят о том, что он развалился, но это некорректно. В месте под названием «Беловежская пуща» президенты Украины, Белоруссии, а также Ельцин со стороны России решили, что дальнейшие пути их стран расходятся. Они приняли решение расформировать Советский Союз. Конечно, у каждого из них были свои причины. Но что касается Бориса Ельцина, его намерения были довольно прозрачны. На тот момент он являлся президентом России и, соответственно, подчинялся Горбачеву, ведь тот был президентом СССР. Да, Россия составляла большую часть Советского Союза, но по-прежнему часть. Если не будет СССР, не будет и президента данной страны в лице Горбачева. Именно так Ельцин и поступил. И так не стало Великой Державы, как и не стало Организацией Варшавского Договора. Это был Военный Союз Европейских Социалистических Государств, в котором СССР играл ведущую роль. Он закреплял биполярность мира и являлся ответной мерой на присоединение ФРГ к НАТО. Впоследствии перед Соединенными Штатами встал вопрос, как следует вести себя с новой Россией. Союза больше нет, и роль его преемника досталась России. Что дальше? Ельцин также задавался вопросом, какой политике следует придерживаться Российской Федерации по отношению к Штатам. Думаю, многие помнят о том, что в феврале 1992-го, сразу после того, как СССР прекратил свое существование, Борис Ельцин совершил официальный визит в США. Там он выступил с обращением перед совместным заседанием Конгресса. Ельцин тогда сказал, что русский народ протягивает США руку дружбы, с помощью чего они вместе могут построить счастливое будущее, в котором нет места войне. И это на самом деле было тем, чего больше всего хотел русский человек. Я бы даже сказал, что на сегодняшний день большая часть россиян хочет видеть Соединенные Штаты в качестве партнера, даже если дружба между государствами пока невозможна. Не сомневаюсь, что это пойдет всем нам только на пользу. Так считал Ельцин. И какой ответ он получил? Какой ответ получила Россия? Перед США стоял выбор обращаться с Российской Федерацией так, как они обращались с поверженными врагами после Второй мировой войны. Германии, Италии и с оккупированными территориями других стран, например, Франции. Либо же не с оккупированными, но сильно пострадавшими, например, Великобритании. Нужно было убедиться в том, что в данных государствах будет сделано все необходимое, чтобы нацисты и фашисты не смогли вновь прийти к власти. Также было необходимо, чтобы к власти не пришли коммунисты. Ведь к началу войны коммунистические партии Франции и Италии были крайне могущественны. Данная стратегия впоследствии получила название План Маршалла и заключалась в финансовой программе восстановления Восточной и Западной Европы после Второй мировой войны. Ресурсы направлялись в соответствии со строгим протоколом, цель которого была установить в этих странах идеологию Соединенных Штатов и не допустить распространения нежелательных взглядов. Точно такая же помощь могла бы применяться и по отношению к России. Тем самым там начнет зарождаться демократия. И позвольте заметить, за всю свою тысячелетнюю историю на территории России никогда не было демократии. Абсолютно. Не было никакой сказки, в которой этот дар затерялся в истории. Ни о чем подобном там даже не слышали. Поэтому после того, как не стало СССР, можно было потратить деньги на строительство демократии. Вследствие чего коммунисты не должны больше были находиться у власти. Как я уже сказал, это был один из возможных сценариев. Другой, США становятся в позу и принципиально заявляют. В течение последних 40 лет вы угрожали нам ядерным ударом. И в конце концов проиграли холодную войну. Настало время расплаты. В США было множество людей, поддерживающих как один из возможных сценариев, так и другой. В начале 1992-го известный политик и заместитель министра обороны США Пол Вулфовиц подготовил специальный документ, в народе известный под названием Доктрина Вулфовица. Конечно, официально документ получил название Доктрина Буша, но сути это не меняло. Текст документа попал в руки журналистов The New York Times, после чего был незамедлительно опубликован. Вы все можете ознакомиться с данным отрывком. Он находится в открытом доступе. Просто наберите Доктрина Вулфовица в поиск. Там было сказано, что цель США номер один больше не допустить, чтобы какая-либо страна бросала им вызов. Соединенные Штаты должны оставаться единственной сверхдержавой в мире. Также, следует заверить союзников о том, что им не стоит тратить ресурсы на развитие собственного вооружения, ведь США берут эту роль на себя. Кроме того, пристальное внимание следует уделить Российской Федерации, ведь пока не ясно, какой путь выберет эта страна. Медведь снова может встать на задние лапы и зарычать еще громче, чем прежде. Когда был опубликован текст данной доктрины, либералы мировой общественности, если можно так сказать, ведь в нынешнее время понятие либерал и консерватор потеряли свои значения, восприняли новость в штыки. Эдвард Кеннеди заявил, что это полностью империалистический документ, который не должна принимать и поддерживать ни одна страна. правительство быстро опровергло собственные слова, а текст доктрины переписал мистер Дик Чейни, которого сложно назвать либералом, даже по нынешним меркам. Министром обороны в то время, кстати, был Колин Пауэлл. Тем не менее, основная мысль документа осталась прежней. Америка и Россия должны оставаться единственными могущественными лидерами. Очевидно, такая точка зрения устраивала большинство союзников обеих сторон. Но с тех пор отношение к России уже можно было охарактеризовать только как вы больше не являетесь сверхдержавой. Вы страна второго мира. Не мешайте нам и все будет хорошо. Такая стратегия могла показаться вам очевидной, если вы живете в США. Но взглянем на это с другой стороны. И начнем, пожалуй, с правления Горбачева и его официальных встреч с многочисленными политиками всего мира. Все они просили его убрать в берлинскую стену. тем самым позволив ФРГ и ГДР наконец объединиться. Во время беседы с Джеймсом Бейкером и многие, кстати, заявляли о том, что это выдумка, Горбачева убеждали, что если он уберет стену, НАТО ни на сантиметр не приблизится к территориям СССР. Горбачевым, что это не именно эти слова и были сказаны Джеймсом Бейкером. Если вы помните, не так давно, 12 декабря 2017 года, были рассекречены архивы национальной безопасности университета Джорджа Вашингтона, в следствии чего был опубликован отрывок из разговора между Бейкером и Горбачевым. И это прямое доказательство. Но также оказалось, что не только Бейкер заверял Горбачева в безопасности его границ. Об этом также высказывался и лидер ФРГ. Даже не знаю, мог бы Горбачев воспрепятствовать воссоединению Германии, но факт остается фактом. Они пришли к согласию. Берлинская стена рухнула. НАТО сдержали свое слово в те дни. Они держали слово во время президентского срока Буша-старшего и даже во время первых четырех лет правления Билла Клинтона. Но с началом второго срока Клинтона, примерно в 1996, было принято решение о включении в состав НАТО еще трех стран. Польши, Чехии и Венгрии. Позвольте мне зачитать вам один отрывок. Думаю, многие слышали о Томасе Фридмане. Он вел собственную колонку новостей в Нью-Йорк Таймс. Когда разворачивались вышеупомянутые события, а было это в 1998, Томас связался с Джорджем Кенноном. Не знаю, слышали вы о нем или нет, но я считаю его одним из самых умнейших политиков второй половины 20 века. Ему принадлежит идея последовательной дискуссии по отношению к СССР вместо навязывания военных действий. Он стоял у истоков формирования политики переговоров во время Холодной войны. Статья, которую Томас Фридман впоследствии опубликовал в Нью-Йорк Таймс, называлась «Внешняя политика». Слово X. Почему X? В 1947 мистер Кеннон дал интервью журналу «Внешняя политика» касательно умиротворения СССР и подписал его X. Так вот, 2 мая 1998 Томас позвонил Джорджу Кеннону и спросил «Что вы думаете о скором расширении границ НАТО?» Далее я приведу цитату Кеннона «Я считаю, это начало новой холодной войны. В данном решении не было никакой необходимости и оно является ошибкой. Очень скоро русские ответят нам. Поверьте, нам не понравится то, что мы услышим». Именно эти слова и произнес Джордж Кеннон в своем доме в Принстоне. Теперь я выскажу собственное мнение. Это именно тот момент, когда начали зарождаться отношения между США и Россией, наблюдаемые сегодня. Действительно, реакция русских не заставила себя долго ждать. На дворе был 1998 год. Ельцину оставалось совсем немного, и он спрашивал Запад. «Как мы можем вам доверять, если после всех обещаний вы нарушили границы?» Сейчас я бы хотел, чтобы каждый из вас попытался решить небольшую задачку. Возьмем промежуток времени, начиная со времени прихода Горбачева к власти, а было это в марте 1985, и заканчивая 2007 годом, когда Путин был президентом уже на протяжении семи лет. Суммарно получается 22 года. Прошу вас назвать хотя бы одну вещь во внешней или внутренней политике СССР и России за данный период, которая могла бы разозлить или навредить США. Я отвечу, таких вещей нет. Абсолютно. И что на это получила Россия? Во-первых, расширение границ НАТО. Во-вторых, бомбардировки Югославии. И давайте будем реалистами. Большинство подобных решений в НАТО принимаются Соединенными Штатами, хоть они и заявляют об обратном. Бомбардировки Югославии продолжались в период с 24 марта 1999 года по 10 июня того же года. Затем признание независимости Косово, несмотря на то, что данная территория входила в состав Сербии еще на протяжении долгих столетий до этого. Многие в России заявляли о том, что данным действием выпускается джинн из бутылки, ведь, к примеру, Косово могут последовать и остальные. Так и произошло, например, с Абхазией. Россия признала ее независимость лишь после вооруженного конфликта в Южной Осетии. Ельцин был в ярости и произнес очень запоминающуюся речь. Он сказал, «Мы не Гаити. Вы не можете обращаться с нами так, как с Гаити. Россия – великая страна с огромным прошлым, и мы себя еще покажем». Ельцин действительно был в гневе. Нельзя сказать, что он был политически корректен, зато говорил честно. Наконец, в 2000 году мистер Путин, хоть и не с помощью президентских выборов, становится президентом Российской Федерации. Одна из первых вещей, которую он предпринял, попросил включить Россию в состав НАТО. Почему бы и нет? Ведь задача НАТО заключается в поддержании порядка в Европе и не только, а также защите этих стран от советской агрессии. Ведь никогда нельзя было угадать, что предпримет СССР. Но Советского Союза уже не стало, не стало и организацией Варшавского договора. Почему нам тогда не создать аналогичный альянс стран, в которые входила бы и Россия? Спрашивал мистер Путин. Ведь задача таких организаций пресечения любых форм агрессии. Ему в буквальном смысле ответили «Вам следует передумать». Что насчет сотрудничества или вступления в ряды Европейского Союза? Кстати, вы можете ознакомиться с данными фактами и утверждениями. Они все находятся в открытом доступе. «Все задокументировано. Можете проверить». Путину ответили «Извините, но ваша страна слишком огромна. Ничего не выйдет». Кроме того, в течение всех последующих лет России продолжали напоминать о том, что это не такая уж и значимая страна. Но вам необходимо не забывать о том, что русские точно так же, как и американцы, верят, что у их страны есть особая миссия, собственное предназначение. Для меня, как для человека, родившегося во Франции, что русские, что американцы, выглядят смешными. Ведь мы, французы, прекрасно знаем о том, что мы есть лучшие, несмотря на отсутствие высшей миссии. Если серьезно, ощущение потери собственной значимости, когда твои оппоненты заявляют, нам абсолютно нет до вас дела, в глазах рядового россиянина это выглядело как оскорбление, проявление неуважения. Постепенно в русских зарождается злость, которая направлена на Горбачева. Становится популярным мнением, Горбачев развалил СССР, он продал страну, не смог противостоять Соединенным Штатам. Точно такой же реакции удостоился и Ельцин. Вы будете удивлены тому, насколько непопулярны Ельцин и Горбачев в сегодняшней России. Всего лишь 5% жителей поддерживают их действия. Конечно, были и другие сферы, в которых оба потерпели неудачи, но запомнили их именно благодаря этому. На сегодняшний день у нас Владимир Путин, который, как вы знаете, сразу после террористической атаки 11 сентября позвонил Джорджу Бушу-младшему и предложил свою помощь. Точно так же Путин помог и в Афганистане. Если вы хотите, чтобы ваши солдаты располагались в Центральной Азии рядом с нашими границами, пожалуйста, мы вас примем. Точно так же и с Грузией. Это не просто слова, ведь противостояние терроризму наша общая цель. И что получает Путин взамен? Ничего. 10 февраля 2007 года в Мюнхене Владимир Путин, выступая перед странами Большой Двадцатки, произносит следующую речь. Думаю, очевидно, процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого Альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. И у нас есть справедливое право откровенно спросить, против кого это расширение? И что стало с теми заверениями, которые давались западными партнерами после распуска Варшавского договора? Где теперь эти заявления? О них даже никто не помнит, но я позволю себе напомнить в этой аудитории, что было сказано. Хотел бы привести цитату из выступления генерального секретаря НАТО господина Вернера в Брюсселе 17 мая 90-го года. Он тогда сказал, сам факт, что мы готовы не размещать войска НАТО за пределами территории ФРГ, дает Советскому Союзу твердые гарантии безопасности. Где эти гарантии? Знаете, что ему ответили? Данные гарантии давались Советскому Союзу, а вы Россия. Какой реакции можно ожидать после такого заявления? Если не ошибаюсь, в 2017 году Путин, выступая на политическом форуме, произнес, самая главная ошибка с нашей стороны в отношении Запада заключается в том, что мы слишком вам доверяли. Ваша ошибка заключается в том, что вы восприняли это доверие как слабость и злоупотребили этим доверием. Такова сегодняшняя ситуация. Моим слушателям может показаться, что я обвиняю во всем Соединенные Штаты, но я не хочу использовать слово обвиняю. Это была политическая ошибка, в которой русские точно не виноваты. Именно такая реакция со стороны НАТО и привела к тому, что у Путина изменилось отношение к Западу и в частности к Америке. Вот почему наша сегодняшняя лекция поднимает вопрос как Соединенные Штаты превратили Путина в того человека, коим он является сегодня. Наибольшая опасность заключается в том, что российское руководство в лице Владимира Путина не доверяет ни Западу, ни США. В такой ситуации очень сложно двигаться вперед. Я бы хотел подчеркнуть, что на сегодняшний день мир находится в преддверии новой гонки вооружений. И это ужасно. Мы в состоянии холодной войны, от которой точно никто не выиграет. Намного возрос риск случайного применения атомной бомбы. Более того, многие страны совсем не стесняются данного факта. Раньше хотя бы звучали призывы избавиться от ядерного оружия. И таких демонстраций уже давно не наблюдается. Угроза того, что одна из террористических организаций завладеет ядерным оружием, как никогда высока. Что влечет за собой следующую проблему. Всегда можно заявить, что оружие применили террористы, а не твоя страна. Я считаю, что нельзя забывать о данных проблемах. Как человек, работающий в российских медиа, могу сказать, что большая часть государственных СМИ изображает Америку плохой, и большая часть данных СМИ естественно подчиняется государству. Они рисуют крайне негативную оценку политики Соединенных Штатов и не только. К моему удивлению, точно так же поступают и самые популярные медиа Соединенных Штатов по отношению к самой России. Данный факт меня поражает, ведь они преподносят себя как свободные СМИ, то есть противоположность российским, которые полностью провластны. Есть несколько оппозиционных изданий, но они не популярны и подвергаются строгой цензуре. Да, со свободой слова в России туго. Все эти люди, кто работает на государство, считают себя журналистами. В своей книге я их таковыми не называю. Они играют большую роль в создании страха, вражды и недоверия по отношению к жителям других стран, как в Америке, так и в России. Тот факт, что мы не призываем собственные СМИ быть объективными довольно пугает. И тем не менее, ничего не происходит. Я бы хотел подвести итог цитаты человека по имени Гермен Геринг. Ведь все о нем слышали. Возможно, в зале присутствуют молодые люди, кто о нем ничего не знает. Он являлся правой рукой Гитлера и руководил Люфтваффе, военно-воздушными силами Германии. Разумеется, он был на скамье подсудимых во время Нюрнбергского процесса. И приговорен к смерти через повешение. Однако, ему удалось раздобыть яд. Скорее всего, благодаря СССР. Ведь, как мы знаем, им нравится отравлять людей. Прежде, чем Гердинг совершил самоубийство, он успел дать интервью американскому журналисту. Я считаю его слова как никогда актуальны. цитирую. Конечно, народ не хочет войны ни в России, ни в Англии, ни даже в Германии. Но, в конце концов, политика определяется лидерами страны. И заставить людей поддержать политику дело плевое. неважно, где что будет. Демократия, фашистская диктатура, парламент, либо же коммунистическая диктатура. Имеют ли они право голоса или нет, народ всегда может быть приведен к послушанию. Причем легко. надо только сказать, что на нас напали и при этом обвинить пацифистов в отсутствии патриотизма и в том, что они подвергают страну опасности. Это срабатывает абсолютно в каждом государстве. Именно эти слова произнес мистер Геринг. И я считаю, они максимально отображают действительность. Мы слушаем, что нам говорят СМИ, политики и ведем себя одинаково в обеих странах. Помню, однажды я видел рекламный ролик со знаменитым американским актером. Кажется, я подзабыл его имя. Он снялся в огромном количестве фильмов. Афроамериканец, уже не молодой. Ах, да, Морган Фримен. В этом ролике он звучит крайне убедительно. Еще бы, ведь это замечательный актер. Так вот, даже мистер Фримен заявлял, мы находимся на настоящей войне, и нам следует поступать так и эдак. Такое поведение по-настоящему пугает, ведь настолько знаменитая фигура произносит такие слова. Знаете, мне кажется, самое лучшее, что я могу сделать в данной ситуации, призывать людей обратить внимание на данную проблему. Этим я и занимаюсь, и буду заниматься в России, ведь должен быть человек, выступающий против происходящего. нами манипулирует. В американских СМИ Путин представлен хуже, чем Гитлер. Поверьте, я не фанат Владимира Путина, но это перебор. То же самое касательно Трампа и в российских СМИ, хотя справедливости ради стоит отметить, что и в американских Трампа не любят. Вот и все, что я хотел рассказать. На это у меня ушло почти 40 минут. Давайте обсудим возникшие вопросы. Надеюсь, у вас есть проблемы. Ой, кажется, это была оговорка по Фрейду, не так ли? В общем, задавайте вопросы, но мне кажется, что все вышеупомянутое не подлежит сомнению. Это факты, но то, как к ним относитесь вы, уже другой разговор. Спасибо за внимание. Я прекрасно осознаю, что у мистера Бознера большего опыта в подобного рода лекциях, поэтому пропущу часть, где я задаю первый вопрос, тем самым подготавливая почву до дальнейшей дискуссии. У нас есть два микрофона. Пожалуйста, соблюдайте очередь. Может казаться, что у вас громкий голос, но люди на задних рядах вряд ли с этим согласятся. И забывайте о временном регламенте и о количестве присутствующих. Лаконично формулируйте свой вопрос, а мы постараемся выслушать каждого и сделать так, чтобы все прошло хорошо. Пожалуйста, начинайте. меня очень интересует ваше мнение по поводу российского вмешательства выбора президента США. Американское разведывательное управление настаивает, что события разворачивались именно так. Думаю, не будет преувеличением сказать, что русским больше нравится республиканц, коим является Дональд Трамп. Такой вопрос возникает очень у многих, поэтому буду рад ответить. Не могу сказать, что русские поддерживают республиканцев, ведь они попросту ничего о них не знают. Это не является для славян актуальной повесткой дня. То же самое и по отношению к демократам. Но факт в том, что на протяжении десятилетий именно президенты от республиканской партии добивались наибольших успехов во взаимоотношениях с Советским Союзом. Например, Никсон, позволивший эмигрировать евреям в 1972 году, а также Буш, Рейган. В то же время демократы Картер, Клинтон не искали связи с СССР. Можно сказать, что русские, в том числе и российское руководство поддерживают Трампа. Но ведь у них был простой выбор. Хилари Клинтон и не Дональд Трамп. Клинтон делала акцент на том, что в прошлом Путин был агентом КГБ, а также что у него нет души и сравнивала его с Гитлером. Трамп же сказал, думаю, я смогу работать с этим человеком. Конечно, русские хотели его победы. Я считаю это абсолютно нормальным. Но было ли вмешательство? Путин отрицает. Русские официально заявляют, что нет. Разведывательное управление США утверждает, мы пока не можем дать прямое доказательство, но вмешательство определенно было. Недавно я прочитал огромную статью в Нью-Йорк Таймс. Даже не знаю, сколько листов там было, ведь это спецвыпуск газеты, а не просто статья. Там было множество иллюстраций, которые будто должны что-то доказывать. Например, вот это. И эти люди называют себя профессионалами, если серьезно, когда вчитываешься в данную статью, а это шесть полноформатных страниц текста. Раз, два, три, четыре, и все с полноформатными иллюстрациями, пять, шесть, итого шесть листов в газете Нью-Йорк Таймс. Если вчитываться внимательно, задаешься вопросом, а почему они опубликовали это теперь? Должна же ведь быть причина. Выборы были давно, а статья вышла только сейчас. И в самом конце статьи можно найти сноску, где указано, что за последние несколько лет популярность Путина в США выросла на 11%, а количество людей, кто верит в российское вмешательство, наоборот, снизилось на 5%. Любопытная история, которая сопровождается большим количеством карикатур и не приводит никаких доказательств. И это одна из многих подобных статей Нью-Йорк Таймс, опубликованная 20 сентября 2018 года. Следующая статья из журнала Тайм, и она точно так же рассказывает о русском вмешательстве, не приводя при этом никаких доказательств. Датировано первым октября 2018 года. Выглядит как информационная бомбардировка, не так ли? Важно спросить себя, а есть ли этому причина? Почему именно сейчас? Возможно из-за промежуточных выборов, которые проводятся в середине президентского срока и на которых переизбирается множество политиков. Итак, была ли попытка вмешательства? Я считаю, что да. Было ли это эффективно? Очень сомневаюсь. Скорее всего, русскими была потрачена небольшая сумма денег, около 100 тысяч долларов, что вообще ничтожно, если мы говорим о выборах. Но даже с помощью этого им удалось провернуть некую шалость. Однако считать, что Трамп победил на выборах исключительно благодаря вмешательству России, значит быть очень наивным. Серьезно, фермер из Огайо поменял свое мнение благодаря российской пропаганде? Я работал на советскую пропаганду. И поверьте, она не настолько эффективно работает, как вам кажется. Я не горжусь этой частью своего прошлого. Наверное, поэтому я и занимаюсь чем-то противоположным сегодня, пытаясь исправить собственные ошибки прошлого. Но действительно ли Путин приказал осуществить вмешательство в выборы США? Я не знаю. Не могу сказать да или нет. Я журналист и мне нужны доказательства. До тех пор все это лишь спекуляции. Повторюсь, я считаю, что предпринималась попытка. Ну и что? Разве США никогда не старались направить ход выборов в нужное им русло? Разве это справедливо? Помню, хорошо на эту тему высказался один из высокопоставленных чинов ЦРУ. Он сказал, знаете, мы действительно вмешиваемся в выборы других стран, но мы делаем это с благой целью, в отличие от вас. Поэтому отвечая на данный вопрос, я бы сказал так. Да, в некоторой степени вмешательство было, но не стоит преувеличивать его влияние на результат. Эта тема используется политиками как инструмент, с помощью которого они могут оказывать влияние на своих граждан по многим вопросам. Обратите внимание, что всплыла она уже после поражения Хилари Клинтон на выборах. Нужно было найти причину, по которой она проиграла. И естественно, причина эта кроется в большом русском медведе. Такова политика партии. Каково ваше мнение насчет прошедшей встречи Путина и Трампа? Было ли это игрой на публику, либо же действительно попыткой улучшить отношения между двумя странами? Даже если это и была игра на публику, это по-прежнему хорошо. Такая встреча пойдет на пользу обществу. В конце концов, оба этих человека, один из которых является президентом самой могущественной в мире страны, а другой может и не самой могущественной, но наиболее опасной, ведь в арсенале там более десяти тысяч ядерных боеголовок. Оба наконец встретились. Сам по себе данный факт обнадеживает. Соглашусь, не было достигнуто каких-либо договоренностей. Но самая важная деталь заключается в том, что оба лидера испытывают уважение друг к другу. Это очень важно. Если вспомнить Горбачева и Рейгана, они были полностью разными людьми от слова совсем, но они уважали друг друга. Это позволило им достигнуть некоторого успеха во взаимоотношениях между странами. Поэтому я считаю это большим шагом навстречу друг другу. Конечно, в России к данному факту отнеслись крайне негативно. Вероятно, это потому, что Трамп заявлял «Я доверяю Путину». Но уже в другом разговоре говорил «Я доверяю своей разведке». Как к этому можно относиться? Ведь это совершенно противоположные вещи. Также мировая общественность высказала мнение, что он проиграл Путину. А в чем именно проиграл? Дональд Трамп позволил Владимиру Путину вести переговоры на равных. Это правда. Но возвысило ли это фигуру самого Путина? Я так не думаю. Очень надеюсь, что подобные встречи будут продолжаться и в будущем. Ведь это позволит нам решать глобальные проблемы. Я также небольшой фанат мистера Трампа, поверьте. Но если он пытается предпринять что-либо, конгресс США всеми силами старается этому воспрепятствовать. И я не понимаю, почему. Если американский истеблишмент действительно хочет смены режима в России, хочет, чтобы Путин наконец ушел в отставку и его место занял другой, это очень опасная игра, в которой американским политикам точно не победить. Уровень благосостояния российских граждан сегодня еще ниже, чем пять лет назад. Отчасти это из-за санкций. и у простого русского человека в голове крутятся мысли. Нас наказывают за то, чего мы не совершали. Это несправедливо. Причиной этому являются капризы политической верхушки США. Но мы справимся. Мы выдержим. И я лично считаю, что именно так и будет. Такова природа русских. Чем хуже им становится, тем сильнее они закаляются. Да и, честно говоря, когда все идет хорошо, русские довольно расслаблены. Однажды мне довелось прочитать книгу Артура Шлезингера под названием «Циклы американской истории». В ней был момент, когда он подробно остановился на 1850 году. В то время по Европе прокатилась волна революции, например, революция 1848 года в Венгрии. Ее предводителем был человек по имени Лаеш Кашут. В конце концов восстание было подавлено австрийцами и русскими, а сам Кашут убит. В последствии, выступая перед Конгрессом США, сенатор по фамилии Хейл заявил, что Соединенным Штатам необходимо было вмешаться. И это был 1850 год. Я сейчас приведу его слова и только представьте, что историки будущего напишут книгу о событиях тех лет, ссылаясь на его комментарий. С самого начала этого года американский сенат, наивысший законодательный орган мира, куда входят мудрейшие и самые великодушные люди, когда-либо жившие на этой планете, невзирая на проблемы внутри собственной страны, ресурсы которой не безграничны, создали гуманный и справедливый суд, тем самым призвав каждую нацию Земли воспротивиться ужасным актам деспотизма. Очевидно, уже к 1850 году США были уверены в том, что они обладают моральным правом вмешиваться в дела других государств, особенно если те, с точки зрения Соединенных Штатов, повели себя плохо. Исходя из этого, можно понять и все остальное, ведь так продолжалось раз за разом. Но как только любая другая страна предпринимает попытки изменить положение дел в иностранном государстве, это недопустимо. Например, в Сирии. Официальная оппозиция США звучала как поддержка и помощь мирно настроенной оппозиции. А вот если русские пытаются поддержать Башар Осада, так нельзя. Где здесь логика? Ведь это зуб за зуб. Думаю, данная ситуация полностью дает ответ на ваш вопрос. По крайней мере, я вяжу вещи именно в таком свете. Все? Неужели вопросы закончились? Нет, нет, пожалуйста, задавайте следующий вопрос. Если не составит труда, представьте, прежде чем задать вопрос. Спасибо. Меня зовут Роб Формин, я работаю в медицинском колледже. Раньше я слушал ваши выступления по радио Москвы. Это было очень давно. Я смотрю, вы посидели. Ну да. Я бы хотел кое-что уточнить. Я не совсем понимаю, по какой причине американцы должны ненавидеть русских, если мешать, что все же было. Тем не менее, у многих США именно такое отношение. Таким людям не нравится тот факт, что на пост президента есть страны выбора некомпетентной политики, интересы которого лежат далеко с интересов нации, и которые многие награды на Российской Федерации. Если учесть, что русские поступили точно так же, как поступали в Соединенные Сустраты в Центральной Америке, и бог знает, где еще, мой вопрос заключается с Считаете ли вы, что оценка ситуации верна? Если же нет, то почему? Я не знаю, почему бьется столько грязь на русские за то, что они сделали в 2016-м, точно так же, как и на человека, который якобы находится у них на коротком поводке, то есть на министра Трампа. Пожалуй, я выскажусь в стиле Джона Кеннеди, которому принадлежит цитата «Послушайте, что я хочу ответить вам на это». То, о чем я упоминал в самом начале, когда сравнивал слова Дональда Трампа и Хиллари Клинтон во время предвыборной гонки, делает очевидным тот факт, что русские предпочитают видеть мистера Трампа на посту президента Соединенных Штатов. Американцам следует понимать это. И это не потому, что Трамп продвигает необычные идеи, либо же желает видеть Верховный суд более консервативным. Русским наплевать на это. Это не часть их досуга. В первую очередь, они думают об отношениях между Россией и США, и если верить словам мистера Трампа, он был уверен, что взаимоотношения могут улучшиться. Это только один аспект. Кроме того, вы все прекрасно помните, как много американских сенаторов и политических деятелей не раз заявляли о том, что Россия стремится уничтожить американскую демократию. Но что это вообще означает? Цель русских заключается в уничтожении демократии Соединенных Штатов? Как вообще это понимать? Я осознаю, почему вы обеспокоены, но дело тут совсем в другом. Это просто не та вещь, которая волнует большую часть россиян и Владимира Путина в частности. Конечно, на сегодняшний день поддержка Дональда Трампа в России заметно снизилась. Люди спрашивают себя, кто он вообще такой? Ведь этот человек заявляет сперва одно, а потом совершенно другое. Сегодня да, завтра нет, и все по одному и тому же вопросу. В общем, слишком много нюансов. Русские больше не воспринимают мистера Трампа всерьез, но помнят о том, что этот человек обладает огромной мощью. Мое имя Александр, я учусь на последнем курсе. В начале разговора вы упоминали о том, что у русских существует сильная неприязнь ко всему американскому, и в то же время многие из них рассчитывают на улучшение взаимоотношений между двумя странами. Скажите, скажите, как такая неприязнь помогает Путину проводить свою политику по отношению к США? Насколько это способствует созданию плохого образа Соединенных Штатов в головах своих граждан? Кроме того, считаете ли вы, что эта неприязнь обоюдна? Существует ли ненависть по отношению к русским и американцам? Я считаю, что слово ненависть в данном случае все же не подходит, и я его не употреблял. Я сказал, что на сегодняшний день отношение русских к Америке более негативное, чем это было в самые темные времена Холодной войны. Да, я считаю, что это взаимно. Это является результатом слов, действий политиков в обеих странах, точно так же, как и пропаганды в СМИ. Но дело тут в желаниях. Прежде, чем Горбачев встал у руля СССР, отношение американцев ко всему советскому было очень негативным. Черт бы побрал этих русских. Но как только Горбачев внес изменения, гласность, перестройка и тому подобное, внезапно его окрестили Горби, а сам он стал любимцем американцев. Поэтому, я считаю, что если бы с обеих сторон было выражено желание улучшить данные отношения, этого можно добиться очень быстро. Вот почему я говорю о том, что нами манипулируют. Каждый из нас заявляет, это лично моя точка зрения и только. Но это не совсем правда. Некоторые из принимаемых нами решений и действий возникают в результате того, что мы видим, читаем и слушаем. Вот и все. Отсюда и берутся такие взгляды. Не стану отрицать, интернет позволяет нам взглянуть на общую картину с более широкого ракурса. Более того, с помощью интернета мы можем общаться с людьми из другой страны. Такое общение минимально, но оно все же присутствует. Могу сказать, что даже рядовой гражданин может как-то повлиять на взаимоотношения между Россией и США. Опять же, в обеих странах. Такие люди, как вы, более молодого возраста, являетесь надеждой для таких, как я, ведь вам принадлежит будущее. В настоящий момент старшее поколение не способно сильно изменить ситуацию. Очень надеюсь, что сказанное мной сегодня подтолкнет вас задуматься над существующей проблемой. Я не прошу никого доверять мне, либо же принять мою точку зрения. Просто задумайтесь над проблемой, и этого будет достаточно. Я впечатлен вашей вещью и презентациями к медиа обеих стран, которые обвиняют друг друга. не очень любопытно знать, насколько сегодняшнее положение дел отличается от, скажем, середины 1980-х годов. Для примера возьмем New York Times. Можете ли вы вспомнить, какая была повестка газеты по отношению к России в те годы? Или, правильнее будет сказать, по отношению к СССР? Позвольте привести вам простой пример. В 70-х и 80-х годах 20-го столетия у главных телевизионных каналов США, обладающих наибольшей способностью влиять на мнение своих сограждан, были собственные филиалы в Москве. К таким каналам можно отнести ABC, CBS и NBS. Главой московского филиала ABC являлась женщина по имени Анна Гаррельс. В те годы было большой редкостью видеть начальником женщину. Она прекрасно владела русским языком, что также являлось не самым распространенным навыком, ведь большинство американских журналистов ни слова не понимали по-русски. Им приходилось пользоваться услугами переводчиков, в то время, как Анна работала самостоятельно. Однажды мы с ней встретились в студии, где я записывал свою программу для московского радио. Во время разговора она сказала «Вам следует работать на американском телевидении», на что я ответил «Разве это возможно?» Тогда мисс Гаррельс созвонилась с человеком по имени Тед Капелл. «Вы все знаете, кто это такой?» У него было свое ток-шоу «Найтлайн». Надеюсь, вы не забыли». Так вот, она сказала ему «Тед, вместо свою программу оппозиционеров, кто представляет 0,1% от всех взглядов и убеждений Советского Союза, тебе следует позвать в свою передачу кого-то, кто может поведать нам о реальной политике СССР и сделать это на английском языке. Вскоре меня пригласили на ток-шоу «Найтлайн», и так как я не был типичным русским, представление о которых сложилось у большинства американцев, последовала куча вопросов. Кто это такой? Выпуск со мной набрал много просмотров, меня стали звать все чаще и чаще, затем пригласили на NBC и CBS, и все завертелось как снежный ком. Но сегодня такого не произошло бы. В то время мне разрешали отстаивать советскую точку зрения на американском телевидении. Тед часто приглашал в свою программу политиков из Госдепартамента США, которые должны были оспаривать мои взгляды. И поверьте, зачастую они говорили «Мы не станем этого делать, ведь мнение мистера Познера это его личные проблемы». И это совершенно нормально. Повторю, сегодня мне не позволят постоянно выступать со своими убеждениями на одном из главных американских телеканалов. Именно это и изменилось. Более того, я пришел к заключению, что государственная цензура, какой бы она не была, ведь в Советском Союзе официально существовал цензор, к которому ты идешь со своим материалом и он решает, разрешать ли тебе вести свою деятельность или нет. Так вот, в современной России подобный орган отсутствует, но сама цензура никуда не делась. Например, ты приходишь на работу и начальник говорит «Извини, но мы не можем это напечатать». Очевидно, я сейчас говорю только о главных новостных изданиях страны, поэтому и называю это государственной цензурой. Но есть еще такая вещь, как бы это назвать, цензура компаний. И она тоже крайне эффективна. К моему большому сожалению, произошедшее с американскими медиа заключается в следующем. Прежде независимые каналы, например, CNN, принадлежащий лично Теду Тернеру, или же CBS, управляемый Уильямом Пейли. Постепенно акции таких телеканалов были выкуплены огромными корпорациями. CNN продались NBC, NBC, в свою очередь, были выкуплены AOL и так далее. И вот, прежде самостоятельные медиа становятся частью огромного концерна. повестка дня которого уже отличается от их собственной позиции. Представление о том, каким должно быть независимое СМИ, кардинально изменилось. И поверьте, не в лучшую сторону. Недавно я даже заказал исследование, целью которого было найти в газете New York Times хотя бы одну положительную статью о России за прошедшие три года. 2015, 2016 и 2017. И знаете что? Специалисты не смогли отыскать ни одного. Если это не цензура, тогда что? В мире должны найтись люди, кто после приезда в Россию может сказать «Вау, у них очень вкусное мороженое». Либо же «У русских замечательный театр», что, кстати, является правдой. Люди стоят в очереди за билетами, чтобы в него попасть. Это ведь хорошая вещь. Можно в некоторых местах приуменьшить позитивные черты своего оппонента, либо же слегка приукрасить негативные. Но нет, в New York Times сплошной негатив. И это не какая-то локальная газета, а издание, считающееся одним из самых авторитетных во всем мире. Меня это крайне разочаровывает, ведь я работал на телеканале CNBC в течение нескольких лет, до тех пор, пока человек по имени Роджер Эйлс, не знаю, слышали ли вы когда-либо о нем, просто устранил нашу программу, ведь мы были слишком либеральны. Он отказался продлевать с нами контракт, и на этом все. Так что поверьте, я знаю, что представляет собой цензура СМИ по обе стороны баррикад. По крайней мере, так было в то пытаюсь сказать, что цензура больших компаний не менее эффективна, а в некоторых случаях даже более изворотлива, чем цензура отдельных государств. У меня складывается впечатление, будто мы зациклились на той части аудитории. Итак, я вижу руку в дальней части аудитории. Можно забросить туда микрофон. Меня зовут Рик Шнайдер, я работаю в филиале Ельского университета. Где вы? Я вас не вижу. Прямо здесь. Так вот, я еще нестатный профессор, бывал в МГИМО, сейчас преподаю в высшей школе экономики. Мой вопрос проистекает из вашего опыта переговоров с мировыми лидерами в России. Как вы считаете, можно ли достичь какого-либо компромисса по ситуации с Украиной? Возможно, самый большой камень преткновения в отношении к нашими странам в сети санкций, список магнитского. Так или иначе, большинство санкций являются следствием украинских событий. И Донбасс здесь играет немаловажную роль. Можно ли что-то исправить прямо сейчас? Прежде всего, я хотел бы сказать, мне очень понравилась постановка вопроса. Ключевое слово здесь компромисс. В этом и кроется ключ к разгадке. Перед началом нашей лекции я попросил возможность показывать аудитории карту. Это все еще можно сделать? Я бы хотел ответить на ваш вопрос, потому что с помощью этого смогу показать всем нечто важное. Я просил, чтобы нам показали карту, где будут отображены границы России и Украины и очень надеюсь, что... Это займет некоторое время. Ничего страшного, я никуда не спешу. И еще, пожалуйста, карту Соединенных Штатов и Мексики. Будьте добры. Прежде всего, позвольте мне заострить внимание на Карибском кризисе 1962 года. Два полностью независимых лидера Николай Хрущев и Фидель Кастро решают, что это было бы прекрасной идеей разместить советские ядерные ракеты на Кубинской земле. Было ли у них такое право? Безусловно, ведь это две совершенно самостоятельные страны. Кроме того, Фидель Кастро ни перед кем не отчитывался, как привыкли считать многие. Итак, они приходят к соглашению. СССР начинают поставки ядерных боеголовок на Кубу, ну, или детали боеголовок, чтобы те могли собирать готовые ракеты. И вот наступает момент, когда об этом узнают в США. тогда Кеннеди обращается к русским «Разворачивайте свои корабли, иначе мы их потопим. Если это приведет к Третьей мировой войне, что ж, пусть так и будет». В итоге русским все же пришлось развернуть свои корабли, но было это достигнуто именно компромиссом. В то время его не предавали огласки в Соединенных Штатах, однако Кеннеди тоже пошел на уступки. Он согласился убрать американские боеголовки с территории Турции, где они располагались ранее. По-другому и быть не могло, ведь у русских возникал вопрос «Хей, но у вас также есть ядерные ракеты вблизи наших границ. Вы говорите, что наши боеголовки представляют собой серьезную угрозу безопасности, но ведь это ничем не отличается от расположения ваших же ракет. Уберите свои, и мы не станем размещать наши». Это и был компромисс. Правда, Кеннеди попросил, чтобы эти действия не раскрывались публике, иначе это выглядело бы как нарушение государственной идеологии и тому прочее. Так и поступили, раскрыв в детали только через очень много лет. Взаимные уступки помогли избежать Третьей мировой войны. К сожалению, нам все еще не показали карту. Вы могли бы попросить слушателей представить карту в голове? Да, пожалуй, так и поступлю. В общем, российское руководство видит НАТО как очень большую угрозу. Правильно ли это, либо же нет, дело не в этом. Главное, что это реальность, в которой мы живем. Ситуация уже выходит за рамки политики и у них возникает вопрос, почему вы приближаете НАТО все ближе и ближе к нашим границам? В Латвии Альянс уже на границе, равно как в Эстонии. Прямо сейчас Украина делает большие шаги в сторону европейских государств. Это сложная тема, немаловажное влияние тут оказались США, но дело тут по-прежнему не в этом. Факт остается фактом. Украина все больше смотрит в направлении стран НАТО. И если, в конце концов, она окончательно присоединится к западному блоку, или называйте это как хотите, логично будет предположить, что она все же вступит в ЕС, а затем и станет полноценным членом НАТО. Итак, как вы все знаете, у России есть граница с Украиной. Кроме того, Крым, который на протяжении истории считался российским. И я не буду пускаться в дискуссию на тему сперва он был там, затем его отвоевали, затем подарили и бла-бла-бла. Опять же, смысл тут в следующем. Севастополь всегда являлся российской базой, местом, где располагался военно-морской флот Чёрного моря. Таким образом, если Крым находится в составе Украины, а сама Украина вступает в ряды НАТО, российскому флоту конец. Ему просто не позволят контролировать Чёрное море. Вместо него там будут американские корабли. С помощью этого НАТО приближается к юго-западной границе Российской Федерации. Вполне естественно, что русские видят в таких действиях угрозу. Они заявляют, «Мы этого не позволим». Является ли это правильным с точки зрения международного права? Нет. Ни в коем случае. Но когда речь идёт о чём-то, потенциально угрожающем твоим границам, вам становится всё равно на международное право. Точно так же было и во время Карибского кризиса. В этой ситуации начинаешь думать, «Знаете что? Нам плевать, какие у вас планы. Мы этого не допустим». С самого начала я считаю, что в мире присутствует негласное международное соглашение. Украина не должна становиться членом НАТО, по крайней мере на протяжении следующих 50 лет. Тогда и не будет больше никакой украинской проблемы. Зачем мне понадобилась карта границ Соединённых Штатов и Мексики? Как вы все знаете, у них довольно длинная общая граница. Теперь представьте, что в Мексике происходит революция. Это не так уже сложно представить. Далее разворачивается следующий сценарий. Новое правительство не слишком большие фанаты Соединённых Штатов. И это также вполне реалистичный сценарий. Но так как Мексика все еще побаивается своего старшего брата, они просят Россию отправить им в помощь 3, может даже 4 или 5 военных дивизий. Просто чтобы контролировать границу. Вы правда считаете, что Америка допустит такое развитие событий? Тогда почему вы ожидаете, что русские допустят подобное у своих границ? Вот в этом то все и дело. Нужен ли нам компромисс? Лично я в этом уверен. И этим компромиссом должно являться то, что Украина гарантирует, она не будет вступать в ряды НАТО. В свою очередь русские покидают украинские земли. Они уйдут, железные гарантии. Крым это совсем другой вопрос. Можно было бы сойтись на том, что нужно провести еще один референдум под международным присмотром. Необходимо понять, чего действительно хотят местные жители. Быть частью России, Украины, либо же вовсе превратиться в независимую республику. Думаю, ответ будет единогласным, и весь мир это понимает. Именно поэтому им не предлагают такой возможности, ведь большинство крымчан хотят войти в состав Российской Федерации. Такова историческая традиция, длившаяся на протяжении многих веков. Подытожив, можно дать ответ на ваш вопрос. Нам всем необходим компромисс. И если ни одна из сторон не желает идти на уступки, что ж, нас ждут большие проблемы. Итак, мы слушаем следующий вопрос. Владимир Владимирович, здравствуйте. Я вас не слышу. Здравствуйте. Ого, вы говорите по-русски? Иногда. Я переведу на английский. Просто хотелось поприветствовать вас на русском. Я слежу за вашими работами на протяжении многих лет. Особенно мне понравился телемост, который вы вывели совместно с Филом Донахием. Многие из нас еще застали времена Советского Союза. Кстати, сами выходите из Украины. Разделяю вашу точку зрения по поводу ряда вопросов, на которые вы отвечали в процессе своей деятельности. Но сегодня я в легком замешательстве, так как не понимаю вашей позиции. Не могу избавиться от чувствов, что вы ведете себя как судебная защита, пытающаяся объяснить плохое поведение человека экстремальными обстоятельствами. С уверенностью могу заявить, что я не наивен и не идеалистичен, когда государству необходимо принимать политическое решение. Это также касается и США. Более того, соглашусь, что на протяжении истории было совершено множество ошибок. Я не эксперт данной области, мне сложно определить точную хронологическую последовательность происходящих событий. По этой причине сложно сказать, что послужило причиной и какой был эффект от описанных с вами событий. Однако, я считаю, что в своем сегодняшнем выступлении вы представили Владимира Путина как положительного миролюбивого человека. Не могу согласиться с данной позицией. Нет, я не произносил данных слов. вы определенно упомянули несколько фактов, которые предоставят ему облик человека, который на протяжении долгого времени постоянно пытается наладить контакт с внешним миром, не только с Соединенными Штатами, но и со странами Европы, будто его цель заключается исключительно в установлении дружественных отношений. Однако, его действия говорят вопраку, и не только в отношении Крыма, но и всей Восточной Украины. Прибавим сюда агрессивную кампанию в Сирии и увидим, что это точно миролюбивый человек. Я думаю, что здесь присутствует некая недосказанность, ведь политики Соединенных Штатов приводносят Путина как персону, с которой очень тяжело работать. Правда это или нет, но его поступки говорят сами за себя, и не только поступки, но и тактики, которые русские военные используют во всех вышелупомянутых регионах. Все это никак не вяжется с миролюбивым настроением Путина. Что касается моего вопроса, если просто ради дискуссии мы согласимся с тем фактом, что США и страны Запада принимают вашу точку зрения и считают его порядочным человеком, что вы скажете насчет внутренней политики Российской Федерации? Ведь Путин ответственный не только за отношения с другими странами, кто создает имен юж авторитетного лидера, на котором и благодаря которому держится весь режим в стране. Какой у него стиль руководства? Не совсем могу назвать это вопросом, но я попробую ответить. Хотелось бы заострить внимание на интервале его правления до 2007 года. До этого года Путин не сделал в международной политике ничего, того, что хоть как-то бы намекало нам на агрессию. Абсолютно. Все события произошли уже после 2007 года. Например, вооруженный конфликт в Южной Осетии 2008 года. Конечно, официально Путин тут ни при чем, ведь в то время президентом был Медведев. Но вы и сами понимаете, что разница тут небольшая. Затем произошли все те вещи, о которых вы только что упомянули. Однако, подчеркну еще раз, до 2007 года Путин не предпринимал ничего и в своей мюнхенской речи заявил «С нас достаточно. Вы должны проявлять хотя бы малейшее уважение. Вам необходимо учитывать и наши интересы, ведь мир не однополярен, он многополярен. Не забывайте об этом». Кстати, именно благодаря этому Путин настолько популярен в России. Не по причине того, что он тогда значительно улучшил жизнь своих граждан, хотя так и было, ведь ему повезло. Цены на нефть взлетели до рекордных отметок. А потому, что соотечественники видели его как человека, который не побоялся бросить вызов устрашающей всех Америке. Отсюда и берутся его рейтинги. «Россия снова в игре. Мы встали с колен». Именно так говорили люди. «И нашим оппонентам необходимо быть с нами осторожными. Нас не интересует, нравимся ли мы им или же нет. Путин всегда стоит на страже наших интересов. Настоящий патриот своей страны». Это очень мощная поддержка, согласитесь. Что касается внутренней политики, здесь я абсолютно с вами соглашусь во многом. Во-первых, Путин авторитарен. Во-вторых, он значительно притормозил развитие демократических процессов в России. Я не согласен практически ни с чем, что касается его политики внутри страны. Есть несколько моментов, которые мне нравятся, но таких очень мало. Мне больше симпатизируют его взгляды на международные отношения, чем ведение дел внутри страны. Поэтому не стану с вами спорить. Надеюсь, я не преподнес его в виде политика, который ставит мир во всем мире превыше всего. Я лишь пытаюсь донести, что до определенного момента его практически невозможно обвинить в чем-либо. Если вы знаете такие случаи, пожалуйста, укажите мне на них. Например, промежуток с 2005 по 2006 Россия сделала то и это. И если я окажусь неправ, то извинюсь и возьму свои слова назад. Но до тех пор я не совсем понимаю, о чем мы говорим. Безусловно, Украина, находясь в непосредственной близости и всегда ассоциировавшаяся с Россией, благодаря языку, религии, да что уж там говорить, если именно с Киевской Руси началась Россия. Поэтому тот факт, что Украина постепенно уходит от России, очень сильно огорчает русских. Такое произошло бы в любой стране, я уверен. Хотелось бы подчеркнуть, как бы выразиться, такая общая история стран не оправдывает Путина за его действия по отношению к Украине. Поэтому у меня нет с вами спора. Но именно из-за ошибок, которые были совершены, по крайней мере я считаю, что они были, сейчас вы имеете дело с человеком, взгляды на окружающие события которого сильно отличаются от тех, что были много лет тому назад. И это очень плохо. Я считаю, что у нас было большое окно возможностей. К сожалению, его упустили, в результате чего проиграли абсолютно все. У нас есть следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я из Москвы. Я выросла в России, но живу в США уже на протяжении пяти лет. Мы много говорим о Путине, о том, насколько он влиятельен, его международной политики. Но вы знаете, будучи русской, я спрашиваю себя, есть ли в России будущее? Следует ли нам надеяться нечто лучшее? Прямо сейчас я чувствую, что в обществе присутствует очень большой раскол мнений. Кто-то считает Путина единственным, что сделает нашу жизнь лучше, мол, без него у нас нет будущего, другие прислушиваются к Навальному. Я прекрасно осведомлена, что вы не являетесь его фанатом. Нисколько. Тем не менее, кроме Навального есть и другие альтернативы. Мой вопрос заключается в следующем. Можно ли надеяться на то, что для нас, для русских людей улучшаются условия жизни? Можно ли рассчитывать на то, что Россия будет процветать? Или же нам следует оттачивать американский акцент и просто забыть обо всем этом? Знаете, еще на этапе постановки вопроса мне следовало спросить вас, что конкретно вы подразумеваете? Какие изменения нужны России? Какие именно факторы побудили вас задать данный вопрос? Мой ответ? Конечно, у России есть будущее. Будущее заключается в том... Позвольте мне сперва упомянуть об одной вещи. Я считаю, что главной проблемой России является тот факт, что абсолютно вся верхушка власти в ней советская. Еще раз, люди, руководящие политикой в нашей стране, выходцы из Советского Союза. Они родились в СССР, ходили в советские школы, были членами пионерского и молодежного движения, а в будущем вступали в ряды коммунистической партии. Они выросли и были воспитаны системой, которая больше не существует. И прямо сейчас большинство из них пытается управлять новой системой, о которой им практически ничего не известно. Будем откровенны, получается не очень. Но все их действия основаны на менталитете, который был заложен в сознание с самого рождения. И этот менталитет чисто советский. С этим практически ничего нельзя поделать. Так они сформировались как личности. Поэтому некорректно спрашивать, где же остальные? Ведь остальных попросту нет. Повторю, я считаю, что люди, родившиеся уже не в Советском Союзе, а после, то есть следующее поколение и последующее за ним, будут теми, благодаря которым вы и увидите изменения. Сейчас же нужно набраться немного терпения. У меня нет никаких сомнений в том, что Россия это прекрасная страна. Даже на протяжении самых мрачных времен, например, когда правил царь Николай I, продолжала процветать великая русская литература. Поэтому на данную проблему нельзя смотреть однобоко. Мне бы очень хотелось, но скорее всего я не увижу тех изменений, ведь произойдут они спустя еще 20, а то и 25 лет. Но обратите внимание на тот факт, что в других странах становление демократии происходило в течение 200 лет. Думаю, в те времена также были люди, задающиеся вопросом, ребята, а у нас вообще есть будущее? Ведь тогда происходило множество плохих вещей. Далеко ходить не надо. Прошло лишь 200 лет с тех пор, как в Соединенных Штатах перестали использовать рабский труд. Так что давайте оценивать факты трезво. Подытожив, да, я абсолютно верю в будущее демократии в России. Но для этого понадобится некоторое время. Тут уж ничего не поделать. Конечно, если вы молоды, можете приближать изменения, которые неминуемы, ведь нынешние правители рано или поздно исчезнут. Тогда вы будете играть уже в свой бейсбол. Поверьте, как фанат Янкис, я знаю, о чем говорю. Я являюсь отцом будущего выпускника Ерского университета. Меня зовут Али, мы встречались с вами 16 лет назад в Казахстане. Когда мы работали вместе над медиапроектом, не знаю, будете ли вы помнить такое. В те времена у нас получалась очень интересная дискуссия над темой того, что побудило меня и мою семью переехать из Одессы в Америку. И знаете, с тех пор я повидал многое по всему миру. И с уверенностью могу сформулировать точный ответ. Однако в то время я рассказывал вам историю своего отца, который застал вооруженный конфликт в Приднестровье. Происходили данные события в 92-м году, всего в 100 километрах от Одессы. Буквально ни с того ни с сего люди просто начали убивать друг друга. Естественно, все мы понимаем, как работает геополитика. Зуб за зуб это давно известно. Примеров достаточно. США и Мексика, Россия и Украина, южные границы, флот НАТО и Севастополь. Все это обсуждалось уже не раз, но прямо сейчас в Донецке люди продолжают убивать друг друга. Люди, когда-то жившие на одной улице. Это значительно отличается от ситуации в Нагорном Карабахе, где армяне борются против азербайджанцев. Там разворачивается более эрмейский конфликт, верно? У них принципиальные различия на религиозном уровне, но то, что происходит в данном момент на Донбассе, сед убивает соседа, просто ни за что. Считаете ли вы, что проблема украинского языка действительно заслуживает коровопролитие, которое там происходит? Актуальны ли звучащие рассказы о западноукраинцах, бандеровцах, нацистах, в конце концов, которые придут и установят здесь свой порядок? Как нам все это остановить? Как не допускать братоубийства в таких ситуациях? Противоборствующие стороны могут приехать на переговоры в Минск, спорить, подписывать соглашению? Думаю, вы знаете лучше моего о том, какую роль играют в этом деле деньги, а также где именно проявляются клетопократии, которая, к слову, широко распространена как в России, так и на Украине, да и вообще по всему миру. но как же нам всем прекратить происходящее там? Как нужно одновременно взаимодействовать с США, Россией, Германией, чтобы прекратить все эти ужасы? вы знаете, если бы у меня были ответы на все озвученные вами вопросы, я бы, скорее всего, работал в другой области. Я серьезно, у меня нет универсального решения для глобальных проблем. Более того, братоубийство происходит во многих местах нашей планеты, в Африке, например, где очень распространена вражда между родственниками. Эта проблема присуща всему миру. Но возвращаясь к вашему вопросу, я бы ответил так. Если бы лидеры Украины, России, США и Германии действительно искали решение именно данной проблемы, речь идет исключительно об убийствах людей, они бы довольно быстро смогли найти необходимый ответ. Но я не думаю, что это их главная цель. Я считаю, что они задают себе совершенно другие вопросы и у них другие амбиции. Именно поэтому братоубийство и продолжается. Лично для меня решение очевидно, но заставить остальных осуществить его уже другая проблема. Почему эгоистичные политические цели важнее человеческих жизней? Вот настоящий вопрос, который нужно перед собой ставить. И когда вы говорите, мы многое понимаем, я не знаю, о ком идет речь. Даже в данной стране, США, большинство не знает, где географически расположена Грузия. Хотя нужно отдать должное, они слышали о таком государстве. Очень большое количество людей, это также характерно и для России, имеет совсем узкий набор знаний о происходящем в мире. Поверьте. В общем, у политиков не присутствуют какой-либо попытки. Медиа также не заостряет внимание на данной проблеме. Они не пытаются поставить вопрос перед всеми, как нам остановить все эти ужасы. Вместо этого они публикуют заголовки по тиху, вот, виноваты именно те люди. Так происходит везде, по обе стороны конфликта. Поэтому я считаю, что единственный способ, как мы можем остановить все происходящее, придавать настоящие проблемы огласки. Нужно сделать так, чтобы наше мнение было услышано. Это нелегко, а иногда даже опасно. Не помню, упоминал ли я об этом, во времена Первой мировой войны в Германии жил человек. Его звали Мартин Немюрлер. Он являлся самым молодым капитаном, когда-либо командовавшим японской субмариной. В простонародье подводной лодкой. И когда Германия потерпела поражение в войне, он был крайне подавлен этим фактом. Впоследствии он стал пастором, богословом в одной из протестантских церквей, где очень развил свои антивоенные взгляды. И в то время, как Немюрлер поднимался по карьерной лестнице, параллельно с ним Гитлер получал все больше и больше власти в Германии. В конце концов, Адоль Гитлер стал фюрером, а Мартин Немюрлер главой церкви в Гамбурге. И так как Немюрлер очень активно продолжал выступать против любых форм военных действий, его быстро арестовали, а затем сослали в концентрационный лагерь. Тем не менее, он выжил и уже после войны написал свою книгу. В этой книге есть цитата, которая очень сильно запала мне в душу. Я считаю ее одной из самых сильных и важных вещей, когда-либо услышанных мною. Вот что он писал. Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал, ведь я не был коммунистом. Когда они хватали членов профсоюза, я молчал, я не член профсоюза. Когда они пришли за евреями, я не возмутился, ведь я не был евреем. Когда они пришли за мной, заступиться за меня было уже некому. Лично мне прекрасно понятен смысл данных слов. Если мы не выражаем свой протест хоть каким-нибудь доступным способом, чаще всего этим мы просто перекладываем ответственность на кого-то другого. Придавать происходящее огласке нужно осознанно, а не для того, чтобы на вас обратили внимание. Необходимо понимать, что это моральный долг каждого человека. В России же популярно мнение, ну, чего я буду пытаться? Для этого есть политики. политики этим не занимаются. Я считаю, что данная проблема крайне актуальна. Возможно, это идеалистическая точка зрения, но я ее придерживаюсь. Здравствуйте. Я слева от вас. Так уж сопало, что меня тоже зовут Анастасия, я также родом из Москвы. Да уж, нас здесь много. Я получаю докторскую степень в Егельском университете. Вы начали свою лекцию с того, что формулировали для нас две стратегии, которые США могли применить по отношению к СССР. Поправлю вас, по отношению к России. Все верно, по отношению к России после распада СССР. Вы говорили об этом как о краеугольном камне, всей политической ситуации, которую мы наблюдаем в мире сейчас. Если мы чисто гипотетически согласимся с вашими тезисами насчет русской политики, экономики, а также советского менталитета упомянутого ранее, считаете ли вы, что некое подобие плана Маршала могло изменить что-либо? Вы ведь понимаете, что этот вопрос из разряда тех, на которые как бы я не ответил, мы не сможем ничего доказать, ведь в реальности такого не происходило. Поэтому, как вы и упомянули, это все очень гипотетические размышления. Но считаю ли я, что такая политика была бы лучше той, которую они воплотили в реальность? Безусловно, да. В какой степени и насколько лучше? Кто знает, но я точно знаю, что когда Горбачев наконец объявил гласность, за очень короткий промежуток времени все медиа осуществили значительные перемены. Во времена Советского Союза более 40 миллионов человек из России настраивались на чистоту передачи «Голос Америки». Они также подключались к всемирной службе BBC и Deutsche Welle, что по-русски переводится как «немецкая волна». Все это делалось по причине того, что простой обыватель не мог подчеркнуть достаточной информации из собственных российских источников. Они получали критически важные новости из вышеупомянутых источников, в то время как правительство старалось блокировать такие попытки. Советскому руководству это очень не нравилось. Они тратили триллионы рублей на попытку ограничить доступ к зарубежным новостным каналам, но люди все равно продолжали получать актуальные новости. Как только пришла гласность, люди сразу перестали подключаться ко всем этим передачам, ведь все необходимое можно было легко узнать из собственных государственных источников. Они получали настоящую повестку дня, и уж поверьте, человек может распознать ситуацию, в которой ему чего-то недоговаривают, по крайней мере интуитивно. Все это является отличным примером того, насколько быстро может измениться ситуация. Поэтому я считаю, что присутствует тогда со стороны американцев настрой «Давайте поможем им, давайте поможем им стать демократическим государством». Результат сегодня был бы крайне хорошим. Не могу сказать насколько, но по крайней мере это мой гипотетический ответ на ваш гипотетический вопрос. Я думаю, что у нас осталось время еще примерно на два вопроса. Прошу вас. Добрый день, меня зовут Ася. Я из Еревана, Армения, которая находится на карте вон в той точке. Да уж. Да, территория крошечная, но она все еще там. Ведь все видят ту небольшую по размерам страну на карте, имя которой Армения. Я учусь в аспирантуре и изучаю геноциды. И сегодня хочу спросить вас. Простите, что вы изучаете? Я изучаю природу геноцидов. Ага, очень увлекательно. И все же, мой сегодняшний вопрос касается событий, прямо сейчас, разворачивающихся по соседству с Россией. Они довольно сильно резонируют с тем, о чем вы говорили сегодня. Вы описываете будущее и новые поколения, которые могут привести нас к лучшим переменам, в которых отсутствует советский менталитет. Возможно, эти люди сами являются изменениями. Так вот, нечто подобное недавно произошло в Армении. Никто и подумать не мог о том, что мирные демонстранты, выступая в крошечных по советской стране, которая к тому же довольно сильно ограничена географически, могут привести к изменениям, которые стали началом конца для старых устоев. Все это привело к тому, что у нас появилось правительство, которое полностью доверяют и которое подтверждает большинство граждан нашего государства. Часто на конференциях ко мне подходят студенты и задают забавный вопрос. Как так получилось, что Россия не вмешалась в такой исход событий? Хотя бы каким-нибудь способом? Мне очень хочется узнать ваше мнение по данному вопросу. Как так получилось, что Путин не дал никакого видимого отчета на разворачивающиеся события? И как вообще отреагировали бы или на самом деле отреагировали на данную ситуацию в России? Ведь это довольно резонансное изменение, произошедшее в стране по соседству. Многие даже пытались размышлять на тему того, как именно случившееся может служить примером для других народов, которым следует как по сигналу изгнать собственное правительство и так далее. Заранее спасибо. Итак, одной из причин вероятно может являться то, что Путин в реальности не такой, каким вы его себе представляете. Возможно, это действительно так, но я не утверждаю это со стопроцентной уверенностью. Еще один вариант. Новый лидер Армении никогда прежде не высказывал каких-либо антироссийских настроений. Скорее даже наоборот, он мог сказать «Мы независимое государство, но взгляните на нас. У нас всегда были тесные связи с Россией, и нам бы хотелось, чтобы так продолжалось в будущем». Например, это взаимовыгодно экономически. Армения не выражала абсолютно никакой враждебности по отношению к России. Более того, нет сомнений в том, что в те времена решающий голос принадлежал обычным гражданам. Это действительно очень маленькое государство. Подскажите, пожалуйста, сколько сейчас составляет численность населения Армении? 3 миллиона? А теперь представьте, что тогда на митинг вышел целый миллион граждан. В это сложно поверить, но 30% от общего населения страны вышло на улицы. Такое невозможно игнорировать. Но сама постановка вопроса «Почему Путин не вмешался?» наталкивает на мысль о том, как люди представляют себе данную ситуацию. Ведь именно в этом ключе обществу и была преподнесена сложившаяся обстановка. Добавлю еще кое-что, пожалуй. Хотя нет, не буду. Вы сказали, нам хватит времени еще на один вопрос? Да-да, мы успеваем послушать еще одного человека. Итак, я вижу руку вон там, в дальнем углу. Здравствуйте. Добрый день, я учитель магистратуры доктора европейской и русской культур. Мой вопрос касается недавнего отравления произошедшего на территории Великобритании. Ну, наконец-то. Хоть кто-то. Итак, существует ли для нас какой-либо способ ответить на данное происшествие в соответствии со всей его серьезностью и в то же время не переходя на конфликтное поведение? Когда я впервые услышал о произошедшем в Солсбери, это повергло меня в крайнюю степень шока. Мне необходимо было отыскать хоть какую-то логику в случившемся. Кто за этим стоит и какие цели преследует? Давайте на секунду забудем о дочери. Она здесь ни при чем. Не представляла собой никакой опасности. Нас интересует Сергей Скрипаль. Он был военным агентом, верно? Работал на бывшее ГРУ. Не стоит путать с КГБ. Владимир Путин в свое время работал на КГБ, а Скрипаль на ГРУ. По сути, это военная разведка, которая терпеть не может КГБ, точно так же, как и КГБ не переносит органы ГРУ. Это совершенно нормальная конкуренция. Не будем забывать, что Сергей Скрипаль предал свою страну. Никто не станет с этим спорить. Он работал на советскую и российскую разведки, затем перешел на сторону другого государства, где занимался шпионажем в пользу Великобритании. В конце концов, его поймали. Был суд, на котором ему было вынесено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет. Не знаю, в курсе ли вы, что происходит со шпионами, которые начинают работать против своей же родины, но в военное время таких расстреливают мгновенно, без суда и следствия. В мирное же время их осуждают, скажем, на 25 или 30 лет заключения. Но 13 лет это довольно необычный приговор. Скрипаль не просто получил относительно короткий срок, но его еще и обменяли на таких же русских шпионов, которые были пойманы в Великобритании. И если его обменяли, можно предположить, что на тот момент он не знал ничего ценного, что могло бы хоть как-то навредить Российской Федерации. Российская сторона просто выдала его, а взамен получила своих людей. Всем известно, что Владимир Путин крайне негативно относится к предателям. Да и разве кто-то их любит? Если бы Путин действительно хотел смерти Скрипаля, у него было предостаточно времени, пока тот сидел в тюрьме. Это довольно легко. Можно сказать, что у заключенного случился сердечный приступ, он совершил суету, или что-то в том роде. Поверьте, не было никаких преград, чтобы устранить его в тот момент, пока он находился в тюрьме России. Тем не менее, правительство его отпустило. Они могли отдать кого-то другого, но нет, выбрали именно Скрипаля. Тогда возникает вопрос, какой смысл отравлять этого человека в нынешних обстоятельствах? Путина можно назвать по-разному, но точно не глупым человеком. Он далеко не простой политик, а такое действие было бы крайне опасным. Ведь всегда присутствует риск того, что где-либо всплывут случайные улики. Зачем нужно так рисковать, если Скрипаль не представлял особой угрозы? Он не обладал какой-либо важной информацией. Он мог бесконечно долго рассказывать о своих подозрениях и услышанном где-либо, но сделать что-нибудь большее никак. Итак, я пытаюсь найти хоть какую-то логику в данном отравлении. Важно подчеркнуть, что я не утверждаю, будто Владимир Путин здесь ни при чем. Но мне хочется понять разумный ход мыслей, который привел бы его к данным мерам. Здесь должна быть логика, а не просто эмоции. Ладно, давайте предположим, что Путин действительно не виноват. Скажем, это был один из работников ГРУ, которому пришла в голову идея о том, будто Путину может понравиться такое действие. Но понравилось бы это Путину, если бы вся операция провалилась. Естественно, нет. У них бы слетели головы в мгновение ока. Тогда зачем им рисковать? Наград за это никаких не будет. Конечно, если это не прямое указание самого Путина. Тогда каков их мотив? Для меня вся эта ситуация действительно является загадкой. Она, прямо говоря, абсурдна, крайне бестолковая. Никто от этого не выигрывает. Вы спросите, отрицаю ли я что-либо? Нет. Но я прошу предоставить доказательства. Если вы укажете мне вот здесь и здесь, так и так, что ж. Кто-нибудь из вас смотрел то самое недавнее интервью, которое проводила Маргарита, кажется, Симоньян, где она опрашивала двух человек. Видели? Это была одна из самых непрофессиональных работ, когда-либо просмотренных мною. Знаете что? Я пялился на экран, а в голове крутились вопросы. Что? Какого как? Почему? Так уж совпало, что буквально за день до этого Путин высказал мнение, будто этим молодым людям следует выступить в новостях. Да уж, ситуация комична, но на самом деле не очень. Дело серьезное. Я выскажу собственное мнение по поводу всего происходившего. Это отвратительно. Мне очень сложно представить, что Путин был инициатором такого, но ведь кто-то был. В этом не может быть никаких сомнений. Поделюсь с вами забавной историей, которую мне довелось недавно услышать. Она гласит, что каждый раз, когда Сергей Скрипаль встречался со своими покровителями в Великобритании, по крайней мере, так их окрестили, они платили ему некоторую сумму денег. Не такую же большую, в районе 5-7 тысяч фунтов. Если же он сообщал покровителям что-то действительно ценное, сумма могла доходить до 10 тысяч фунтов. Но опять же, Скрипаль не представлял какого-либо значимого интереса. Итак, я представляю себе ситуацию в духе шпионских романов Джона Ле Карре. Британское разведуправление собирается вместе и решает, что им больше не нужны услуги Сергея Скрипаля. Его информация обходится довольно дорого, да и вообще он бесполезен. Итак, почему бы нам не придумать что-то и сделать вид, будто это дело рук Путина? Вау, командир, это же гениально, давайте так и поступим. Итак, британское правительство травит Скрипаля и мы имеем то, что имеем. Данный вариант ведь не невозможен? Я и сам сперва долго над ним смеялся и был бы очень рад узнать мнение самого Джона Ле Карре по этому поводу. Кстати, вдруг вы не читали последние две из его книг? Голубиный туннель, которая рассказывает истории из его шпионской жизни и вторая, кажется, шпионское наследие. Так вот, в них он с полнейшим отвращением отзывается о данной профессии. Более того, он сам был шпионом на протяжении долгих лет. Думаю, это о чем-то, да говорит, подытожив все вышесказанное, я не знаю. Все дело выглядит очень противоречивым. Если бы вы спросили о захвате территории другого государства, пожалуйста, здесь у меня есть логическое объяснение. Но тут я теряюсь. Однажды мы узнаем настоящую причину, возможно, даже случайно. Не знаю, бывали ли вы когда-либо в Солсбери, но я был. Снимал там документальный фильм об Англии. Знаете, почему я туда отправился? Не по причине красивого шпиля, высота которого достигает огромного числа футов, но сам по себе собор очень красивое сооружение. Настоящая же причина заключается в том, что в Солсбери располагается одна из трех оригинальных копий Великой Хартии Вольностей. Именно данный документ является основополагающим для демократии на Западе. Конечно, если мы не включаем сюда Древнюю Грецию. Мне ужасно хотелось взглянуть на него. И вот мне его поднесли, и даже не могу описать, что я чувствовал в тот момент. Ты смотришь и думаешь, какой тогда шел год? 1215? И уже тогда ясно говорилось, нельзя сажать человека в тюрьму, если нет никаких доказательств того, что он совершил преступление. Но неужели такое могло иметь место во времена королей и королев? Это потрясающе. Но Петров и Баширов даже не представляли себе, что такой документ располагается в том же месте. Можете ли вы представить себе, как они наслаждаются видом этого самого собора и шпиля? Забавно. Итак, спасибо всем, что пришли. Позвольте мне также поблагодарить всех за то, что вы услышали меня. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok